Всем салют! В сегодняшнем видео речь пойдет об обновлении, которое было недавно. Обновление я бы не сказал, что прям фонтан. Из приятных моментов это у нас появились свойства в сокровищах, где вы можете посмотреть все, что вы прокачали, все, что ваши сокровища вам дают. То есть базовые навыки, пассивные навыки и то, что дают нам сеты. То, что вы с набора получаете, здесь все вам напишут. Это полезно для тех, кто следит за статистикой, кто делает расчеты разных боевых характеристик. Ну, а другим игрокам тоже будет приятно посмотреть, какие приросты они получают, что они получают при прокачке сокровищ. То есть не нужно там высчитывать, сколько процентов жизни ваши сокровища вам дают. То есть все написано. Довольно приятно. Давно было пора сделать. Единственное, что пока вот сюда их не занесли, да, здесь сокровищ нет. Машины добавили, сокровищ пока здесь нет. На самом деле это не так важно, да, потому что опять же, ну, это не даст каких-то очевидных плюсов, да, потому что те, у кого прокачаны сокровища, ну, им еще дополнительный бонус будет, да, для топов. А простым игрокам с этого особого плюса не будет. Также нам обещали, что магазины будут изменены, да, то есть сроки обновления магазинов. Но пока что-то у них пошло не так. Причем это касается всех магазинов. Вот. Ассортимент все тот же, да, ничего там не обновляется. Все, к сожалению, в этом плане стало немножечко хуже, чем было. Вот. Также еще из обновления коснулись у нас вершины арены, да, то есть здесь у нас теперь присутствуют все машины, которые есть, да, то есть надо... Но опять же, те машины, которые есть у игрока. Соответственно, если у вас всего там 2-3 машины прокачаны, ну, значит, ну, вы, получается, будете воевать только ими. И опять же, на мой взгляд, это ничего положительного, да, то есть для Апекс арены не несет, потому что были игроки, которые, да, там, не обладая прям супер-мега прокачкой, могли дать бой свипам 10, да, то есть за счет того, что как-то подбирали грамотно составы, угадывали строй и побеждали, да, то есть могли на этом заработать золото. Сейчас это будет крайне сложно, потому что у свипов машины прокачаны, а здесь именно решали они, ну, очень много решают машины, потому что они здесь были 10 уровня, там, 12 уровня прокачки, да, то есть сейчас у многих они есть. И свипов достаточно будет просто машины, чтобы победить простых игроков, да, которые играли, там, на каких-то знаниях, хитростях в игры, да, то есть сборках. Теперь это уже не прокатит, на мой взгляд, это хуже, но мне сообщили, что это сделано для баланса, но посмотрим, как этот баланс будет работать, что касается Апекс арены, да, то есть другие какие-то изменения, да, каких-то полезностей я не заметил. Опять же, магазины, да, то есть все жалуются на них, я бы, ну, тоже писал в техподдержку, то есть, ну, и другим игрокам бы рекомендовал, да, то есть чтобы они этим вопросом занимались. Потому что если мы оставим это просто так, да, то ничего не произойдет изменений, потому что это скудный выбор магазина, да, то есть, ну, хорошо, что здесь можно покупать камень призыва, да. Но раньше его можно было купить в обычном магазине, да, здесь, у купца, то есть прокручивали и покупали, кто может, его отсюда убрали. Это гораздо менее выгодно, да, потому что вам в неделю все, опять камни призыва, это неактуально. То есть, за это пишут игроки, но пока результата нет. Надеюсь, что будут изменения. То же самое касается и магазина, да, то есть, который у нас зверей, здесь тоже все, ничего не меняется, да, то есть, на выбор два навыка, да, то есть, и все, то есть. Это, конечно, интересно, мораль хороший навык, да, то есть, он всем нужен, но, как бы, и другие навыки нужны. А у нас здесь никаких изменений не происходит, опять же, раз в неделю. Ну, как-то неинтересно сделано. То есть, поначалу было одно мнение, сейчас мне мнение изменилось. Вот, поэтому всеми силами стараюсь тоже, чтобы как-то повлиять на это изменение. На этом все. Всем спасибо.